Какая самая главная, базовая традиция советских и российских спецслужб? Она состоит в единственной и неизменной многими десятилетиями привычке. Как думаете, какой? Правильно, следовать одному и тому же методу нейтрализации политических противников, а именно их физическому устранению. Это явилось одной из причин, по которой Иосиф Сталин снискал славу параноика. Ведь привычка советских спецслужб преследовать и убивать политических противников касалась не только границ СССР, но и простиралась далеко за ее пределы. Сталинский почерк перенял и другой обитатель главного кремлевского кабинета, куда он попал прямехонько из спецслужб в 1999 году. И с тех пор преемственность традиций государственного управления в России, включающая в себя политические убийства, сохраняется и приумножается. Путин начинал свою карьеру именно в КГБ и, по его собственному признанию, в 70-е неоднократно пересекался по службе с теми, кто работал еще при Сталине. Охотно представляю себе, с каким упоением слушал юный Путин в курилках, убеленных сединами чекистов, хвастающихся своими подвигами, в духе Шариковского «Мы их душили-душили». Можно смело протянуть мостик между современной путинской Россией и сталинским СССР, где убийства политических оппонентов были поставлены на конвейер, а такие персонажи, как Наум Эйтингон и Павел Судоплатов, советские диверсанты и организаторы политических убийств за рубежом, считались легендами и героями своего времени. Именно ими и их подельниками были убиты такие знаменитые лидеры украинского освободительного движения, как Петлюра, Коновалец, Бандера и другие. Уже эти ликвидации очертили почерк советских спецслужб, которые в наше время как под копирку повторяют спецслужбы путинской России. Впрочем, и на совести первого президента РФ Бориса Ельцина тоже есть как минимум одно скандальное политическое убийство, о котором я расскажу в этом выпуске. Также вы узнаете список кровавой двадцатки, перечень жертв самых громких политических казней Кремля за последние сто лет. Поделитесь этим видео, пусть больше людей узнают о преступлениях путинского режима и периода советских вождей. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. Поддерживайте автора на Patreon и BuyMeCoffee, но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Итак, хронологически первым в нашем списке стоит убийство Симона Петлюры. 25 мая 1926 года Самуил Шварцбарт выпустил в главного атамана ОНР семь пуль. Убийцу арестовали, состоялся суд. Во время процесса Шварцбарт аргументировал свой поступок местью за погибших во время погрома в Украине родственников. В результате его, как ни странно, оправдали. Одним из последствий процесса Шварцбарда стало укоренение стереотипа о петлюровцах-антисемитах. Это при том, что именно Симон Петлюра делал все возможное, чтобы остановить волну погромов. На самом процессе ошибочность представления о Петлюре как антисемите опроверг Арнольд Марголин, еврейский ученый и общественный деятель, член украинской делегации на мирной конференции в Париже. Следующим громким украинским убийством стало убийство главы провода украинских националистов Евгения Коновальца. Это покушение готовили несколько лет. Исполнителя приговора Павла Судоплатова с помощью другого агента ввели в приближенный к Коновальцу круг. 23 мая 1938 года Коновалец встретился в Роттердаме с Судоплатовым, которого знал как подпольщика Валюха. Тот вручил ему в подарок коробку конфет. В сверток была вмонтирована адская машинка, которая и взорвалась в руках полковника через несколько минут после встречи. Вопрос, чем убитый мог навредить СССР, возникает не только в случае украинских жертв спецслужб системы. Возникает он, например, и в случае с Ольвом Троцким. В апреле 1940 года ударом ледоруба по голове его убил агент НКВД Рамон Меркадер. В то время Троцкий жил в Мексике, провинции по меркам тогдашних политических процессов в мире. Он был давно живущим за границей лидером одной из групп марксистов, у которой не было каких-либо шансов на то, чтобы захватить власть в СССР. Но Троцкий был активным публицистом и ярким оратором, и его голос был слышен в мире, особенно когда дело касалось Сталина и его режима. Очевидно, вождю народов мозолили глаза нелицеприятные публичные высказывания Троцкого в прессе. Кроме того, мы помним, Сталин был просто параноиком, поэтому убийство было неизбежно. Четвертым в нашем списке идет выдающийся украинский деятель, один из лидеров АУН, профессор Лев Ребет. Он был убит утром в субботу 12 октября 1957 года на лестнице дома на Карплац в Мюнхене, где располагалась редакция украинского самостийника. Убийцей был агент КГБ Богдан Сташинский. Орудием убийства стало устройство, которое выстреливало струей синильной кислоты. Оно было изготовлено в московской лаборатории. В настоящий момент, говорят, она называется «Лаборатория Икс». Наверное, там готовят тот самый смертельный чай с полонием. Следующей жертвой спустя два года стал Степан Бандера. Убийца был тот же. Покушение Богдана Сташинского 15 октября 1959 года – это пятая или шестая попытка уничтожить лидера ОУН. Надо сказать, что по состоянию на 1959 год подполье в Украине было фактически разгромлено, а железный занавес перекрыл постоянную эффективную связь между краем и зарубежьем еще задолго до этого. Поэтому возникает вопрос – зачем? Чем мог навредить сверхдержаве руководитель сравнительно небольшой партии в эмиграции, о которой за пределами Западной Украины и лагерей в Сибири мало кто знал? Впрочем, бесполезно искать логику в маниакальном выборе Кремлем своих жертв. Эти параноики обычно ведут себя таким образом из-за сковывающего их животного и рационального страха потери власти. Шестым в нашем списке громким политическим убийством идет укол зонтикам. Бежавший в 1969 году из Болгарии диссидент Георгий Марков работал в Лондоне в болгарской службе BBC. 7 сентября 1978 года, в день рождения первого секретаря болгарской компартии Тодора Живкова, Марков шел на работу. На автобусной остановке он почувствовал укол в бедро. Обернулся и увидел мужчину с зонтом, который спешно перешел дорогу и сел в такси. Вечером того же дня у Маркова поднялась температура, а через три дня он умер от отравления. В его ноге была обнаружена крошечная сферическая капсула с рецином. Полицейское расследование зашло в тупик. Только через годы генерал Олег Калугин сообщил, что убийство было делом рук КГБ и болгарских коммунистических спецслужб. Это убийство широко освещалось в западной прессе. А укол зонтиком стал легкомысленной французской комедией с Пьером Ришаром в главной роли. И вот мы добрались до 1990-х, до Ельцинской эпохи. Как вы поняли, основные фигуранты этого кровавого списка принадлежат уже к новейшей истории России. А именно, к времени правления Владимира Путина. Но президентство Ельцина, в свою очередь, тоже ознаменовалось громким политическим убийством. Считается, что только одним, именно подобного масштаба. 20 ноября 1998 года в подъезде у дверей собственной квартиры в Санкт-Петербурге убили депутата Государственной Думы Галину Старовойтову. Она активно продвигала в России закон о люстрации, который запретил бы занимать государственные должности членам КПСС и сотрудникам КГБ. Закон, ожидаемо, отклонили. Но если бы закон был принят, неизвестно, по какому пути развития пошла бы Россия. Но то, что бывший сотрудник КГБ Путин и на пушечный выстрел не подошел бы к государственной власти, это уж было бы точно. Далее в нашей хронологии располагается генерал-лейтенант, губернатор Красноярского края Александр Лебедь. По официальной версии он погиб в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года. Позже, спустя 21 год, подобным образом отправится на тот свет путчист Евгений Пригожин. Обе, без сомнения, сильных, харизматичных личностей представляли явную угрозу режиму Путина. Что Лебедь, что Пригожин были популярны в народе. Но Лебедь мог стать реальным кандидатом на пост президента России и, скорее всего, обошел бы невзрачного Путина на выборах 2004 года. В те годы в глазах пиарщиков Лебедь медленно, но верно начинал теснить всевозможных патриотов, отнимая ядерный электорат даже у Жириновского. А такого в Кремле допустить не могли. Считается, что в конце 1990-х Лебедя готовили на смену Ельцину, но в итоге выбрали, как казалось, более управляемую и послушную кандидатуру Путина, который не стал сидеть сложа руки, а нашел способ устранить конкурента в лице сильного авторитетного генерала. Что касается Пригожина, то его убрали, по моему мнению, по понятиям – за дерзость. В назидание всем, кто захочет так же поднять голову, как этот, смерть. Следующая жертва путинского режима Сергей Юшенков был фаворитом российских парламентских репортеров в начале 1990-х годов. Этот приветливый человек, бывший армейский полковник, в 2003 году только зарегистрировал свое движение «Либеральная Россия» как политическую партию, когда его застрелили возле его дома в Москве. Сергей Юшенков собирал доказательства, которые указывали на то, что правительство Путина и ФСБ стояли за взрывами домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году. Тогда российское правительство обвинило чеченских повстанцев, однако доказательства их причастности так и не были предоставлены. Взрывы домов вместе с вторжением чеченцев в Дагестан стали поводом для начала Второй войны с Чечнёй. Естественно, доказательства причастности Путина к убийству людей и созданию искусственного казус-белли для проведения российской карательной операции в Чечне не могли стать достоянием общественности. Поэтому Сергей Юшенков был устранен. В том же году и по той же самой причине путинским режимом был убит знаменитый на весь бывший Советский Союз политик и журналист-расследователь Юрий Щекочихин, который писал о преступности и коррупции в бывшем СССР, когда это было еще очень трудно делать. Он также, как и Юшенков, и ряд других политиков, журналистов и активистов расследовал взрывы домов в 1999 году, которые, по сути, привели Путина к власти. Щекочихин публиковался в новой газете. Он собирал показания людей и имел инсайды внутри ФСБ, но внезапно заболел в 2003 году и быстро умер. За несколько дней до вылета в США. Его хоронили в открытом гробу, и все могли видеть страшные следы действия яда на лице и руках. Результаты медицинского обследования Щекочихина были объявлены государственной тайной. Но родственникам Щекочихина все же удалось переправить образцы с тела в Лондон, где экспертиза установила факт отравления радиоактивным металлом талием. 11-й жертвой режима Путина в нашем списке значится коллега Юрия Щекочихина Анна Политковская. Она была корреспондентом новой газеты, одной из известнейших российских журналистов. Политковская расследовала многочисленные случаи нарушений прав человека, совершенных российскими военными и прокремлевскими формированиями в Чечне. Она была известна резкой критикой властей и написала две громких книги – «Путинская Россия» и «Россия без Путина». Ее расстреляли в упор в лифте ее дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Путин отрицал причастность Кремля к убийству Политковской, заявив, что ее смерть сама по себе наносит больший вред нынешним властям как в России, так и в Чечне, чем ее деятельность. Вообще, очень странными каждый раз выглядят оправдания Кремля после очередного политического убийства на протяжении всех этих лет. Самой частой отмазкой является фраза «это нам невыгодно» или «жертва вообще не имела никакого влияния». То есть, по их логике, если им выгодно политическое убийство влиятельной персоны, то они, получается, совершенно официально допускают для себя такую возможность. Впрочем, все это никому не нужная лирика. Слова убийц не имеют никакого значения, тем более, что Путин со своей комарильей врут каждый раз, когда просто открывают рот. Следующая жертва путинского режима связана с предыдущими тремя. Это на данный момент одно из самых громких политических убийств за все время правления Путина. Речь про Александра Литвиненко, который был источником ФСБ убитого в 2003 году Сергея Юшенкова. В 2001 году Литвиненко выпустил бестселлер «ФСБ подрывает Россию», в котором рассказал об операциях российских спецслужб против россиян, в частности о Рязанском сахаре 1999 года, упомянутых уже о взрывах домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а также про убийство политических оппонентов российского режима. Кроме того, Литвиненко отдельно прошелся по персоне Путина. В своей следующей книге он представил его как педофила и впервые рассказал о том, как Путин еще во времена СССР целовал мальчиков в живот. Литвиненко попытался скрыться от российских спецслужб в Великобритании, однако недооценил своих бывших собратьев. Те отправили ему в гости давнего товарища Андрея Лугового, который напоил Литвиненко чаем с редким и очень опасным радиоактивным металлом полонием. Обличитель Путина получил смертельную дозу радиации и умирал в страшных муках на глазах британских медиков. Это произошло в 2006 году, и это был в то время первый громкий эпизод политического убийства оппонента Путина за пределами России, хотя на самом деле были и другие. Тринадцатым в списке политических жертв Кремля расположился еще один российский губернатор после Лебедя, руководитель Алтайского края Михаил Евдокимов. И похожий способ устранения – авария на транспорте. Если Лебедь погиб в результате крушения вертолета, то Евдокимов погиб в автокатастрофе. Это произошло 7 августа 2005 года, спустя около полутора лет после того, как один из самых популярных юмористов страны, Михаил Евдокимов, выиграл выборы губернатора Алтайского края у одиозного соперника. Евдокимову сразу же стали строить козни представителей местных элит, с которыми он совершенно не собирался договариваться. Конфликт разросся и дошел до Кремля. Новоиспеченному губернатору было предложено уйти в отставку, причем добровольно, на что он в интервью на Эхе Москвы весьма смело заявил «Народ меня избрал, и пока народ не скажет, я не уйду». Плюс ко всему в защиту Евдокимова выступили его сторонники, они угрожали пикетировать органы власти, поставить желтые палатки на центральной площади Барнаула и так далее. То есть намечались протесты. Кроме этого, кто-то пустил слух о президентских амбициях популярного юмориста. После чего некоторые московские эксперты начали говорить уже прямым текстом, что Евдокимов теперь не жилец. Так и случилось. В конце лета его убили, подстроив автокатастрофу. Далее в списке жертв путинского режима стоит еще одно имя. Чеченской правозащитницы Наташи Эстемировой. Бесстрашно защищавшей жертв войны, документировавшей нарушения прав человека в ходе этой контртеррористической операции, а по сути военные преступления и преступления против человечности, прежде всего насильственные исчезновения людей. Разумеется, эта работа вызывала озлобление у тех, кто творил преступления – силовиков, сначала федеральных, а затем чеченских. Наташа неоднократно сталкивалась с угрозами, в том числе и со стороны Рамзана Кадырова. Утром 15 июля 2009 года Наталью Эстемирову похитили, когда она вышла из дома в Грозном. Вывезли из Чечни в Ингушетию и убили близ села Алиюрт. Номер 15. Юрист и аудитор компании «Файерстон Дункан» Сергей Магницкий, обвинивший в хищениях, налоговых мошенничествах и коррупции ряд сотрудников российских силовых структур, скончался после года заключения в московском СИЗО «Матросская тишина», куда он попал после ареста по точно такому же обвинению. Путинская власть любит закрывать неугодных в тюрьме. Магницкому, страдавшему панкреатитом, было отказано в доступе к медицинской помощи. Кроме того, по данным правозащитников, перед смертью он был жестоко избит. Умер 16 ноября 2009 года в СИЗО. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, однако правозащитники отмечают, ему вовремя не оказали медицинскую помощь. По сути, довели до смерти, то есть убили. Так же точно, как и Навального. Дело закрыли. В 2012 году в США был принят знаменитый акт Магницкого, вводящий персональные санкции против российских граждан, считающихся причастными к его смерти, а также виновных в других нарушениях прав человека в России. Следующая жертва путинского режима, по иронии судьбы, сыграла одну из решающих ролей в приходе самого Путина к власти. Борис Березовский. Советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, ученый-математик, автор ряда научных трудов и монографий. Занимал пост замсекретаря Совета безопасности РФ. Вскоре после избрания Путина президентом в марте 2000 года его политика стала вызывать критику Березовского. С осени 2000 года Березовский стал выступать открытым политическим оппонентом Путина и был вынужден покинуть Россию. Он также утратил контроль над своими российскими активами. В отношении Березовского было заведено несколько уголовных дел. Позже Березовский вступил с Путиным в острый конфликт, став одним из оппонентов президента РФ и уехал в Великобританию. В 2013 году Березовского нашли задушенным. Далее в этом списке стоит политический и государственный деятель, активист, автор нескольких докладов о коррупции в России, активный критик политического режима Владимира Путина Борис Немцов. Он был депутатом, губернатором, министром, вице-премьером, создал собственную партию и стал членом Координационного Совета Российской Оппозиции. Именно Бориса Немцова рассматривали как возможную кандидатуру на пост президента России. Он активно поддерживал Украину. Но активиста и оппозиционера застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. На следующий день он должен был обнародовать свой доклад с доказательствами участия российской армии в боевых действиях на Донбассе. Убийство было заказным. Пятерых человек осудили по обвинению в убийстве. Но заказчик установлен так и не был. Хотя мы все знаем, кто заказчик этой кровавой расправы. Под номером 18 в этом списке расположилась фамилия, обладателем которой удалось выжить в покушении на свою жизнь. Тем не менее их смело можно отнести к жертвам путинского режима, хоть и родившимся в рубашке. Речь о покушении на Скрипалей. В начале марта 2018 года британские СМИ сообщили, что проживающий в стране экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Вину за отравление британский премьер Тереза Май возложила на Москву. Впрочем, сочувствовать Сергею Скрипалю я бы не стал. В своих интервью он поддерживал аннексию Крыма России и политику Владимира Путина по отношению к Украине. И, что интересно, совершенно не верил в то, что его отравила Россия. Феерический долбоюб. Предпоследний в этом списке уже упомянутый здесь персонаж, который был открыто и без стеснения уничтожен Путиным. Это Иосиф Пригожин, самолет которого был сбит в Тверской области РФ. Это типичная разборка внутри мафиозного клана, когда взорвавшегося члена банды убивают назидание всем остальным. Особо останавливаться на этом персонаже нет необходимости. Все события, связанные с его кратковременным триумфом и бесславной кончиной, и так свежи в памяти. Но выглядит эта расправа как типичная политическая казнь. Ну и замыкает данный список кровавой двадцатки Кремля, естественно, Алексей Навальный, казненный 16 февраля 2024 года в колонии за Полярным кругом в Харпе. Официальной причиной смерти активиста российскими властями был объявлен синдром внезапной смерти, который официально не признан как диагноз в этой стране. Впрочем, сейчас ни у кого нет никаких сомнений, что это была спланированная казнь. А убийцей является российский террористический режим во главе с Владимиром Путиным. Эту систему можно смело охарактеризовать как государственный терроризм. Террор и политические убийства являются давними и традиционными средствами государственного управления России. При этом они не являются выдумкой Путина. Здесь он лишь старательный подражатель своих предшественников из КГБ. За время, что Путину власти, он получил устойчивую репутацию психопата и преступника, что формирует некую презумпцию виновности, которая предусматривает автоматические подозрения в отношении Путина в случаях резонансных преступлений или несчастных случаях. Закрытость России и чрезмерная власть силовых структур, которые позволяют на государственном уровне фальсифицировать что угодно, только усиливают этот эффект. Именно поэтому на кровавый счет Путина относят немало смертей. Более 20 лет по приказам Путина убивали его настоящих и мнимых врагов. В этом Путин и его окружение прямо наследуют сталинские практики. Сейчас Путин убил Навального. Уже 10 лет он ведет геноцидную войну в Украине. Ее жертвами уже стали десятки, если не сотни тысяч гражданских. По приказу Путина уничтожаются целые города, проводятся массовые депортации. Тысячи украинских детей похищены и розданы в России неизвестно кому. Как война, так и политические убийства – это две стороны одной медали. И это то, что Путин хочет и планирует делать дальше, если не будет остановлен. Всем украинцам скорейшей победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова